В ролике про историю конфликта ребят из Вагабунда мною была упомянута так называемая культура бифов, когда два исполнителя начинают обмениваться колкими треками. Подобное много где встречается и даже Роджер Уотерс, основатель культового коллектива Pink Floyd в песне «Чудо» передал привет композитору Ллойду Уэбберу. Ему показалось, что тот использовал слишком уж похоже на пинков проигрыш в своей работе, но в хип-хопе это прям отдельная культура и дядя Эм считается в ней одним из лучших. На моё предложение поговорить о его бифах вы ответили однозначно, посему поехали. Приятного просмотра, небольшая рекламка и погнали. Зима близко. Зима близко. Именно поэтому, чтобы не болеть как я, одевайтесь теплее и, само собой, готовьтесь к Новому году. А сайт Всемайки поможет вам с выбором товаров. Акции буквально каждую неделю, вот в этом разделе их можно отслеживать. К тому же, по моему промокоду вы получите ещё и скидку в 10%, которая с ними суммируется. Ну, красота. Я себе выбрал вот такой набор. Футболка Слепнот. Чтобы носить классику, причина не нужна. Кружка. Чтобы выпить за здоровье Эминема. А потом её передарить. Так, постер с Джоджо, ибо... Ну и рюкзак. Чтобы было куда складывать. Всё очень даже нравится. Футболка удобная, рюкзак вместительный. Постоянно с ними гоняю. Вот, смотрите их сколько. Карманы, замки. Всё как надо. Ну, считай набор настоящего брутала. Ну, немного меланхоличного. На сайте огромный выбор одежды с принтами разных тематик. Музыка, игры, кино, аниме, мемы и так далее. Да и всегда можно использовать конструктор, чтобы сделать свой авторский принт. Или заказывайте хлопковые вещи вообще без принтов. Или берите готовый принт и выбирайте с ним любую другую вещь. Кастомизация полнейшая. Сканируйте QR-код, кликайте по ссылке в описании. И приятного вам шопинга. Вообще, стычек у него было столько, что все и не упомнить. Какие-то прям знаковые, а какие-то менее значительные. Например, недопонимание с Майклом Джексоном. Или столкновение обами с Мобби на церемонии MTV. Кто не в курсе, Мобби, как и многие в то время, активно обвинял Маршала в гомофобии и ненависти к женщинам. И Эмма ожидаемо освистали. Прям там, на церемонии. Включая самого Мобби. Выпады в интервью, небольшие упоминания в куплетах. Слишком много всего. Поэтому давайте вспомним что-то более зубастое, видное и взаимное. И начать, пожалуй, стоит с разборок с Эриком Шроди. Эрик Фрэнсис Шроди, а.к.а. Эверласт, очень талантливый исполнитель. Его дебютный альбом был написан в жанре хип-хоп, но это не помешало ему спустя годы получить премию Грэмми за лучшее вокальное рок-исполнение. Это было самое начало нулевых, когда Эминем уже выпустил свой второй студийный альбом. Как я понял, прорвавшись через «У каждого своя правда и версия тоже своя», всё началось с концерта Эминема, куда Эрик тоже пришёл. Он, увидев Маршалла, решил к нему подойти, дабы поздороваться и выразить уважение. Но дядя Эм сделал вид, что не узнал коллегу, бросив в его сторону неоднозначный взгляд. Я просто хотел к нему подойти, чтобы поздороваться, а в ответ получил такую реакцию, будто меня вот-вот закидают тухлыми яйцами. Очень странная аналогия, ну ладно. Помимо всего прочего, у них был ещё один общий знаменатель, а именно тот самый фильм с Арнольдом Шварценеггером про конец света. Они вместе с Корной Гансен Роуза стали частью крутейшего саундтрека, но, как бы там ни было, случилось то, что случилось. Эверласт, обиженный таким отношением в свой адрес, записывая новый куплет, произнёс следующее. Галей созвучно с Хейли. Хейли — это имя дочери Эминема. А про то, какое отношение Эм имеет к слову Шейди, и говорить не стоит. Позже Эверласт скажет, что на тот момент он даже не знал, как зовут дочь Маршалла, но поверить в такое идеальное совпадение, разумеется, трудно. Если вы смотрели данный биографический ролик, то вам и так прекрасно известно, через что пришлось пройти этому человеку. Нападать вот так ни с чего на его семью — это очень опрометчивое решение. Я решил его задеть, чтобы посмотреть, заметит ли он меня. Со мной связались наши общие знакомые, чтобы уточнить, точно ли я упомянул именно его. Я ответил, а что если да? Тогда они добавили, ну, имей в виду, что он готовит ответ. На что я сказал, ну, ладно, меня это особо не волнует. А сейчас, прежде чем продолжить, позвольте вам кое-что объяснить. Музыка — это далеко не в последнюю очередь еще и бизнес. Недаром ведь существует термин «showbiz». Вы и сами могли заметить, как артист, сказавший что-то неугодное, внезапно пропадает с экранов, с ним разрывают контракты, его репутация очерняется и прочее. А в Америке, откуда это все в принципе и пошло, подобное играет еще большую роль. За хороший дисс у нас тебе могут дать люлей. За хороший дисс у них твои продажи и прослушивания могут пойти ко дну. У нас и самого яркого, пожалуй, в умах зрителей, это тот самый батл Оксимирона с Джонни Боем, после которого последнего уже никто не принимал всерьез какое-то время. Там такое постоянно. Eminem и его друзья из D12 записали ответный трек, где тот сделал несколько выпадов в адрес творчества оппонента, по типу «Спорим, я играю на гитаре лучше тебя, ведь я даже ни разу не прикасался к струнам» Но и это еще ничего. Следующее слово за Эверластом. Он выпускает диск, который начинается с упоминания матери Эминема, с которой у него, как вы знаете, всегда были очень сложные отношения. Он называет Маршала наркоманом, говорит, что тот смелый только с охраной, вот у тебя с мамой все плохо, а я хороший сын, и вообще ты конч. Эминем же в очередной раз намекнул Эрику, что тот действует слишком примитивно, постоянно стараясь задеть семью Эмма. Там было «Посвящаю трек вашим мамкам», а здесь… Начало куплета выстроено очень забавно. У Эверласта был сердечный приступ, из-за которого он чуть не умер, а Шейди вывел все это так, что «Вот я такой молодой и горячий, пытаюсь тебя вывести из себя, чтобы ты слег уже окончательно». И здесь же он напоминает фанатам, что «Вообще-то это не я решил начать этот конфликт», ну, оперируя тем, что «У меня был выход на сцену, нашел время для объятий». Также очень ярко смотрятся строки про упоминания Лим Бискит. «Они должны были разогревать толпу для тебя, а в итоге они украли у тебя все выступление». Больше всего удивляет аналогичная история уже от Маршалла, где он говорит, «А помнишь, когда мы встретились еще раньше на какой-то тусовке, ты от меня отморозился? Или это другое?» А теперь то, о чем я говорил чуть ранее. Я был на несколько лет старше этого парня, поэтому я просто смеялся над этим. Но проблема в том, что он начал появляться еще и на рынке альтернативы, на что я не рассчитывал. У альтернативных радиостанций проходили свои летние рождественские шоу, на которые они начали приглашать Эминема. У меня несколько раз возникало ощущение, что меня не приглашали туда только потому, что хотели пригласить его. Понимаете, поэтому в индустрии достаточно быстро пошла молва, что с этим парнем лучше не ссориться. Спустя 10 лет Эверласт сказал вот что. «Я жалею, что задел его дочь, это было лишним, но сама ситуация меня никогда особо не печалила. Было и было. Мы не стали друзьями, но мы точно и не враги. Эминем – один из величайших рэперов всех времен». Джарул. Его называли «Легендой Нью-Йорка». Его альбомы возглавляли чарты. Он сам называл себя «Вторым тупаком». О чем речь? Он даже в «Форсаже» снимался. И это очередной конфликт, куда Маршалл был втянут. У него справедливости ради хватает моментов, где он выступил инициатором конфликта. Но и обратного положения вещей хватает. А началось все с Кертиса Джексона, а.к.а. 50 Cent. Не секрет, что 50, Дре и Эминем – хорошие друзья. Но когда все только завертелось, они еще были незнакомы с Кертисом. Молодой рэпер искал себе лейбл. Это у нас продюсирование считается чем-то зашкварным и не без оснований. Но стоит отметить, в Штатах работа с продюсерами является нормой во всех жанрах. А у Джарула как раз были связи на Murder Incorporated Records, куда 50 и хотел залететь. По его словам, он в ответ на уважительный тон получил в свой адрес грубость и высокомерие. Ничего не напоминает. А потом, спустя какое-то время, Джарула ограбили, заставив его отдать свою золотую цепь. Позже он встретит этого грабителя в компании Сфифти. И Кертис тоже это подтвердит, правда, сделав небольшую ремарку. А при чем тут я? Не я же попросил снять с него туцацку. Так или иначе, биф начался. Прошло немного времени. Их пригласили выступить в одном клубе и друг за другом. Вы все правильно поняли. Началась драка. Что ты сказал про мою маму? Конечно же. Разумеется. А как иначе кто бы мог подумать, да как же так? По версии Фифти Сента, это он надрал задницу Джарулу. А по версии Джарула, это он набил жеп у Фифти. Но не забывайте, что разборки рэперов в Америке проходят немного по-другому. Когда Кертис уже спустя некоторое время приехал записываться на студию, работники передали информацию Джарулу. Тот прислал своих людей, и Фифти порезали не только его дорожки с голосом. Джай и его команду повязали, но, как я понял, Кертис не стал ничего доносить. Ну, оно и не удивительно. Еще тупак говорил. Если мы разбираемся, то разбираемся сами. А тем временем, талант перспективного гангста рэпера разглядел Эминем, предложив тому контракт с Шейди Рекордс. Фифти не отказался. Первый сингл, попавший в чарты после подписания. Вообще, это скорее трек, направленный не против кого-то конкретного. Здесь Кертис высмеивает собирательный образ рэперов, которые пытаются казаться теми, кем они по факту не являются. Одним словом, позеры. А когда у него спросили, гис ли это на Джарула, он ответил, нет, но если так подумать, он идеально сюда подходит. Перепалки, упоминания, пришло время ответки. Стоит отметить, Джа выдал довольно крепкий трек. Наехал на фифти, задел Дре, упомянул басту Раймса, с которым они были какое-то время в одной лодке. И тоже цепанул Эминема за самое дорогое. Честно, я не знаю, как оно работает. Головой ты понимаешь, что Дисом, ну, ты никого не убьёшь, но когда начинает играть это вступление с таким жёстким битом и настолько агрессивными вставками от Эминема, ты понимаешь, что кому-то пи***ц. Для вступления, Эминем записал небольшие вставки с голосом своей дочери, которую Джан не так давно упомянул. А дальше влетают ребята Эмма и начинают отстирывать оппонента. Это привычная практика, когда в разборках участвует вся команда. Началась перестрелка Дисами, но больше всего хотелось бы выделить совместный трек Эмма, Фифти и Басты Раймса, того самого. Суть в чём, он всегда был известен как свой в доску парень. Его было очень трудно вывести на конфликт, но если уж он впригался, то снашал как Джонни Синс. Опять же, связано ли это с их конфликтом или нет, но факт остаётся фактом. Карьера Джарула относительно былых успехов стала... частью корабля Дэви Джонса, отправившись бороздить морское... Их вражда остыла, но не закончилась. Особенно с Фифти. Чего только стоит случай, когда в 2018 году Кёртис выкупил 200 билетов на концерт своего соперника, чтобы тот смотрел на пустые кресла. Ну что, пора? Любители рэпа сразу поняли, что к чему. Предыстория. Легендарный альбом Эминема, Дэминем Шоу. Стал самым продаваемым альбомом года. Получил множество номинаций, включая премию Грэмми, чарты, топы. Ну, полный комплект. Отзывы от критиков также очень высокие. Но вот один журнал, как показалось самому Маршалу, наградил его работу подозрительно низкой оценкой. Соучредителем того самого хип-хоп журнала был Рэймонд Скотт, а.к.а. Бензина. И неудивительно, Скотт всегда заявлял, что Эминем — это проект, направленный на дискредитацию вклада в культуру со стороны чернокожих и латиноамериканских артистов. Эмм само собой понял, что его журнал — это предвзятое чтиво, и отказался давать интервью их сотрудникам. Бензина решил записать на него диск. Ой, дурак! Он обозначил, что Маршал переоценен, ничего не знает за жизнь в гетто. Ну-ну. И вообще он не уважает афроамериканское население страны, что звучит довольно смешно, учитывая окружение Эминема. Ну да ладно! Все по классике. Они начали обмениваться оскорбительными треками. Тем не менее, фанаты, привыкшие к подобным разборкам, все равно были удивлены, а именно неожиданным появлением знакового рэпера DMX. Бензина был знаком с Джарулом, DMX был знаком с Эминемом, поэтому он решил залететь. Ну это все понятно, треки треками, но Бензина решил пойти дальше. Нашелся человек, который сказал ему, а что, если я продам тебе аудиозапись, где отчетливо слышно, как Эминем произносит так называемое слово на букву Н и вообще неуважительно высказывается о чернокожих девушках. И такая запись была. Бензина купил ее за 15 тысяч долларов, а информацию распространил через свой журнал. Естественно, слушатели потребовали с Эминема объяснений, но он сразу дал понять, что эта песня была записана еще давно, когда он, будучи подростком, расстался с девушкой. В общем, записал на эмоциях, поэтому трек нигде и не опубликован. Эминема простили, а бензину уволили. Карьера еще одного рэпера пошла на спад. Спустя какое-то время он напишет у себя в твиттере. Сообщаю фанатам Эминема, что наш биф официально завершен. Я не питаю ненависти ни к одному из его поклонников и признаю его вклад в хип-хоп. Белое сердечко, черное сердечко и рукопожатие. А еще позже он извинился за то, что в своих куплетах задевал семью Маршала. Машинган Келли, конфликт, ставший неожиданностью. Да и кто бы мог подумать, что Эм, давно отошедший от таких громких заруб, снова возьмется за дело. MGK, наткнувшись на фотографию Хейли, написал, а она стала чертовски горячей, при всем уважении к Эминему, потому что он – король. По словам самого Эмма, его это удивило, но не настолько, чтобы за одно такое высказывание начать бросаться оскорблениями. Один день, ты знаешь, ты идешь в бурмхоле на YouTube и что-то, так? Я вижу, что Машинган Келли говорит о Эминеме, или что-то, так? Я говорю, что это? Я кликнул на это. Я говорю, что, почему он… И он начинает делать пресс-производство, что-то про Хейли. Я говорю, что это? Я говорю, А теперь причина конфликта, считающаяся официальной. У дяди Эмма есть своя радиостанция, на которой, кстати, побывали Нойз МС и Оксимирон. Ну, согласитесь, дорогого стоит. А вот МГК туда так и не пригласили, из чего он сделал вывод, что Эминем запретил ему там появляться, чтобы замедлить его карьерный рост. Маршалла это очень оскорбило. Многие оппоненты Эмма использовали подобные аргументы. А чё вы меня не зовёте? Чтобы я его не затмил, да? И всегда все причастные и не только утверждали, что Эминем ни разу не просил никого банить, а решение, кого звать, а кого нет, он не принимает. В 2018 году на альбоме Камикадзе появляется трек Not Alike, где Маршалл обращается к Келли и напоминает тому, что ещё ни для кого вражда с ним не закончилась чем-то хорошим. Келли отреагировал на своё упоминание так. В любом случае, следующее слово было за ним, и МГК решил записать полноценный диск под названием Rap Devil. Ну, вы поняли, Эминем типа Rap God, А он Rap Devil. Келли сказал, что Эминем ужасно выглядит с этой бородой, он пуська, потому что платит за охрану, хотя сам тоже один не ходит, иначе бы стычка с Конором Макгрегором закончилась бы в одно мгновение, добавил, что тот уже старый, и опять поднял тему с запретами появлений на радио. Прежде чем перейти к работе Эмма, хочу прочитать вам один комментарий. Несмотря ни на что, я уважаю этого человека за то, что он принёс себя в жертву ради шедевра Kill Shot. Да, этот диск не такой эпичный, как многие другие, но, на мой взгляд, он самый выверенный и выстроенный на аргументах, панчлайнах и фактах. Келли сказал, что Эм старый, тот красиво отвечает, что уж лучше я буду старым собой, чем молодым тобой. И давайте на чистоту, при всём уважении к заслугам Келли, он и правда крутой, но это просто несопоставимые уровни. Наслаждайся моментом, это пик твоей карьеры. Повторюсь, MGK супер популярный исполнитель, миллионы просмотров, сотни миллионов просмотров, но, как ни крути, самая популярная его работа по сей день Дисна Эминема. Ну и нельзя не отметить шедевральный подъём за невнимательность. В своей работе Келли сказал, твои последние четыре альбома отстой, возвращайся к рекавери. На что Эм отвечает. Если вдруг кто не понял, один, два, три, четыре. Твои последние четыре альбома отстой, возвращайся к рекавери. А предъявы в духе «Ты уже не тот» нивелируются банальной статистикой. Маршалл по сей день в топе, а его альбом разлетелся огромным тиражом, несмотря на попытки критиков его дискредитировать. Killshot трек с картинкой набрал за 440 миллионов просмотров только на ютюбе. И, по-моему, Эминем вышел победителем не только из-за громкости своего имени. Он сделал более осмысленную работу. А что касается последствий, ну, следующий релиз Келли провалился. Не с треском, но он определенно ждал большего. И сейчас МГК записывает поп-рок. Я не знаю, связано ли это как-то, или дело в желании просто пробовать себя в разных жанрах, что только можно похвалить, но факт есть факт. И Кори Тейлор, являющийся большим фанатом Эминема и мечтающий с ним записать совместно трек, с удовольствием использовал этот переход МГК в поп-рок как способ его уколоть. У них тоже был конфликт. Его зарубы были настолько легендарными, что про них даже снимали документалки. И, что немаловажно, он никогда не поднимался только из-за них. Это было лишь чем-то вроде спорта, то есть дядя Эм может и шедевральный альбом написать, и вербальных пиздюлей выписать. Он жесток, красив и безумен! Самый быстрый рост по ежедневному числу новых слушателей в Spotify. Это сейчас. Самое большое количество прослушиваний на всех альбомах суммарно. Первый рэпер, набравший 50 миллионов подписчиков на своем YouTube-канале, по сей день в топе, уступая лишь поп-артистам. Живая легенда, больше нечего добавить. Все! Спасибо большое за просмотр, надеюсь вам было интересно. Отдельное спасибо тем, кто продолжает поддерживать канал финансово после отключения монетизации. Если хотите, можете подписаться на Бусти, там выходит весь дополнительный контент, и кстати, там вышел новый выпуск рубрики Золотник. Вот вам ссылки на дополнительные соцсети, давайте не будем теряться, не болейте, всего вам хорошего, обнял, приподнял, слушайте хорошую музыку, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok